Всем привет! Меня зовут Касаткина Дарья. Сегодня мы с вами поговорим о следующей теме из нашего цикла негативные чувства. Мы с вами поговорим о стыде, о стыде блокаторе или все-таки о стыде защитники. Ну и давайте, как обычно, я спрошу вас о вашем опыте. Вспомните, пожалуйста, когда вам было стыдно, например, за себя. Что вы чувствовали? О чем вы думали? Что хотели сделать? Или когда вам было стыдно за других? Что это была за ситуация, которая вызвала стыд? И снова, что вы чувствовали, что вы хотели сделать? Как вы себя вели? Ну и пока вы вспоминаете, давайте я опишу, возможно, ваш опыт. Когда нам стыдно, мы чувствуем уязвленность, ранение, нам неприятно. Но в отличие от обиды, зависти и ревности, где также мы чувствуем ранение, в стыде мы чувствуем, мое личное пространство нарушили, переступили через мои границы, вторглись куда-то, куда никто не должен был входить. Какие образы стыда? Оказаться голым где-то на людной площади, быть застегнутым врасплох, в каком-то не том виде, недостойном. Ну и быть стыдливым, стыдиться, прятаться как будто бы. И в стыде что мы делаем? Мы начинаем краснеть. Мы начинаем краснеть, отворачиваться, либо прятать как-то лицо. И вообще мы хотим исчезнуть из этого места, из этого общества, провалиться сквозь землю. То есть, когда мы краснеем, нас эмоционально что-то затрагивает, когда мы отворачиваем лицо, мы хотим спрятать, скрыть то, что было ранено. И когда мы хотим отвернуться, мы хотим ускользнуть, проскочить, чтобы нас не тронули, чтобы нас не заметили, не увидели. И тогда, если мы пойдем глубже рассматривать феномен стыда, в стыде, в этом чувстве есть точка «я не хочу быть». Я не хочу быть здесь, в этом месте. Я не хочу быть здесь, в этой ситуации. И вообще наиболее охотно я бы куда-то испарилась. И смотрите, почему стыд такое тяжелое, такое проблемное чувство? Потому что чувствуя стыд, как будто бы все мои действия, все мои поступки становятся под вопросом. И более того, не только мои действия и поступки, но я сама становлюсь под вопросом. Как будто бы для меня нет оправдания. Я сделала что-то такое, чего никогда не должна была делать, никогда не должна была показывать. В этот момент вы можете мысленно сказать, да, прекрасно, но понятно, что стыд может быть навязан извне, стыд задается обществом, которое говорит, что приемлемо и что неприемлемо. И вообще кажется, что чувство это не слишком-то и полезное. Я могу с вами согласиться с той точки зрения, что да, есть так называемый общественный стыд. Но с другой стороны, у нас есть наш собственный стыд, интимный. Давайте разберемся, в чем разница. Социальный, либо общественный стыд стремится сделать, что? Сохранить наше лицо, наше достоинство в обществе. То есть, чтобы мы соответствовали неким общественным нормам, рамкам и так далее. И здесь метафора будет деловой костюм. Потому что костюм, с одной стороны, закрывает все, что должно быть закрыто. Но с другой стороны, костюм придает нам определенную форму. Форму нашему телу. Четкие линии, все строго, все закрыто. Если мы с вами вспомним историю развития костюма, я имею в виду вообще одежды, то мы увидим, что в разные эпохи, в разные времена были приняты разные силуэты, разные типы одежды и были так называемые модные силуэты, которые придавали человеческой фигуре определенную форму с одной целью, чтобы быть также приемлемыми в обществе. И смотрите, физическим представлением социального стыда будет наше лицо. Есть даже такое выражение – потерять лицо. Почему? Нашим лицом мы можем очень много сообщить своему собеседнику, что мы думаем, что мы чувствуем. При этом наше лицо – это то, что видят все, это то, что мы показываем другим людям, и это то, что мы можем контролировать. Что же касается интимного стыда, то здесь история такая, как будто бы частично этот стыд приходит к нам как что-то естественное. Например, если мы вспомним детей, то где-то с трех лет дети могут начинать стесняться. Стесняться чего-то, стыдиться, особенно когда приходят незнакомые люди, начинают их внимательно разглядывать или когда их начинают хвалить. И вот это тот самый интимный стыд. Какова его цель? Этот стыд хочет сохранить нас и наше персональное. Он хочет, чтобы мы не поранились, показав что-то другим людям. И метафора такого стыда – это уже не костюм, который имеет четкие формы, а это покров. То есть какая-то очень свободная одежда, которая нас скрывает, закрывает, и под которой мы остаемся наедине с собой. Ну а физическое представление интимного стыда – это гениталия. Почему? С одной стороны, тут у всех все одинаковое, но с другой стороны, это связано с сокровенным. Это связано с продолжением жизни. И это то, что, как правило, не делается на публике. Это делают два человека вместе. То есть это что-то глубоко личное и глубоко интимное. Ну хорошо. Тогда получается, что стыд вроде бы не такое уж и плохое, не такое уж и вредное чувство. Почему? Потому что он защищает нашу личность, защищает нас от ранения в самом нашем глубоком, в самом интимном. И тогда стыд побуждает нас быть сдержанными перед другими людьми. То есть дозировать, что, сколько, кому и когда мы показываем. И основная задача стыда – побудить нас выбрать правильного адресата. Кому мы покажем эти фотографии? Кому мы расскажем эту историю? Кто нас не ранит? Кто будет для нас достаточно безопасен? И помимо всего прочего, кого не раним мы? Кого мы не расстроим, либо не поставим в неловкое положение? Но тоже у вас может возникнуть вопрос. Ведь в современном мире, особенно в социальных сетях, особенно в интернете, так много всего делается на показ. Откровенные фотографии, откровенные посты, истории из жизни, видеоблоги и так далее. Как тогда к этому относиться? Может быть, просто другие нормы стыда стали? Может быть, надо пересмотреть наши позиции? Здесь есть некоторые нюансы. Поскольку стыд защищает нашу самоценность, здоровое чувство стыда говорит, у меня есть самоценность и я не забочусь. То есть, я забочусь о себе, я сохраняю свое достоинство. Если же у нас есть какие-то проблемы с самоценностью, например, либо у нас заниженная самооценка, либо у нас завышенная самооценка, либо в какой-то точке мы ранимы, а где-то мы уверены в себе, мы можем действовать по крайней мере двумя образами. С одной стороны, у нас может быть проблема со стыдом в отношении себя. И здесь мы будем либо слишком открытыми и бесцеремонными, и будем всем подряд рассказывать, показывать то, что не предназначается для глаз широкой публики. Либо мы будем слишком скромными и закрытыми, и будем скрывать себя и свою личность там, где можно было бы даже этого не делать. Либо у нас может быть проблема со стыдом в отношении других людей. То есть, мы можем быть бестактными людьми. Мы можем не чувствовать вот этой границы и быть грубыми, отпускать какие-то сальные шутки, быть неприятными, как-то себя нехорошо вести и нарушать границы других людей. Что еще важно сказать о стыде? Стыд бывает разный. Стыд бывает по поводу себя, стыд бывает испанский. И здесь давайте тоже разберемся. С одной стороны, самое понятное чувство стыда, это когда я виноват, либо я совершил ошибку, я стыжусь того, что произошло. Что здесь? Если я ошибаюсь, то я как бы делаю что-то и не знаю результата, я не знаю, что получится, будет хорошо либо плохо. Но получается плохо, это ошибка, я тут как бы не виновата, моей вины нет. Но при этом я чувствую стыд, если моя ошибка нарушила границы другого человека, сделала ему неприятно, сделала ему больно. Мне стыдно, я не хотела этого делать. Если речь идет о вине, то когда я виновата, я заранее знаю, что результаты моих действий будут плохими. Мне говорили не доставать без стремянки с высокой полки вазу. Но я полезла с табаретки и ваза разбилась. Я знала, что дело закончится чем-то плохим. Но я все-таки сделала и тогда говорю, да, я виновата. И мне может быть стыдно, если я своими действиями снова нарушила границу другого. Здесь вроде бы все понятно. Бывают еще ситуации, когда нам стыдно за кого-то. Испанский стыд. Самые простые примеры это либо, когда мы смотрим кино, и с главным героем что-то такое происходит, за что нам стыдно. Либо, например, в нашей компании, наши друзья или может быть наши коллеги по работе, наш отдел, кто-то совершает опять же какую-то ошибку, попадает в глупую ситуацию и нам становится стыдно за этого человека. Что происходит здесь? Здесь вопрос идентификации. В первом случае, когда мы смотрим кино, мы идентифицируем себя с главным героем. И когда он попадает в неловкую ситуацию, как будто бы мы тоже с ним вместе попадаем в эту неловкую ситуацию. Во втором примере, если мы идентифицируем себя с группой, а такое часто бывает в юношеском возрасте, в подростковом, часть нашей самооценки, это как бы самооценка нашей группы. Я хороший, я умный, я классный, я красивый, потому что моя группа такая. И если кто-то в группе что-то делает, ставит себя в неловкое положение, как будто репутация самой группы страдает, а значит и меня могут начать мерить по репутации моей группы, то есть моя самооценность пострадает. Но это тоже понятный нам стыд, а что если нам что-то делают плохое, например, кто-то на нас накричал при всех в коридоре, очень грубо, и мы были не виноваты, и мы чувствуем при этом стыд. Это стыд жертвы, и такое может быть, потому что нас прилюдно лишают достоинства. И к большому сожалению, очень часто такой стыд испытывают жертвы насилия. Но есть еще и другие ситуации, когда другой человек не был виноват, то есть он не совершил что-то намеренно плохое по отношению к нам, но произошла какая-то неловкая случайность. Например, в общественном транспорте кто-то из пассажиров закачался, пошатнулся, упал на нас, свалил нас, и у нас рассыпались вещи из сумки, и мы тоже можем почувствовать стыд. И это называется стыд ложный, потому что мы перенимаем ошибку другого человека на себя. Теперь дальше вопрос, а что же делать? Есть стыд, и вроде бы он полезен нам, он нас защищает, но если мы что-то кому-то хотим показать, и все-таки не стыдиться этого, как нам действовать? Есть некоторые правила или рекомендации, как можно открываться без стыда. И пункт первый – это выбрать правильного адресата. То есть нам нужно выбрать такого человека, которому мы доверяем, который безопасен. Нам нужно выбрать место и время, которое обеспечит защищенность того, что мы хотим показать. Например, не будет очень хорошим открываться кому-то на людной площади или в метро, показывать что-то кому-то очень личное в общественном пространстве. Второй момент – сочувствие. Хорошо, если наш адресат достаточно эмпатичный человек, то есть он может отнестись к нам всерьез и бережно, эмоционально прожить это с нами. Если же мы хотим себе помочь в этом, то нам тоже надо бы встать в эту позицию сочувствующих самим себе. Нам нужно видеть себя со стороны. То, что я хочу показать, это достаточно важно для меня. У меня там очень много чувств. Например, вы написали какие-то стихи или сочинили песни. Там очень много про вас, очень много чувств, очень много переживаний. И есть большой риск показать это другому человеку, ведь меня могут обесценить, либо надо мной посмеяться, либо сказать это неприемлемо и мне будет стыдно. Но если при этом мы можем сами себе не то, чтобы посочувствовать, а отнестись к себе по-доброму, то тогда нам будет легче предъявить это другим. И третий момент – соблюдать уважительную дистанцию. Здесь важно это делать и по отношению к себе, и по отношению к другому человеку. По отношению к себе, как будто бы в моменте мы должны все время перепроверять. А вот это показать, это будет хорошо для меня? А вот здесь вот, если я вот про это расскажу, это не будет слишком для меня. То есть мы должны свою чувствительность тоже развивать, чтобы понимать, что достаточно, а что лучше бы придержать себе. Ну и по отношению к человеку. Ведь кому-то что-то показав или рассказав, мы можем человека тоже поставить в неловкое положение. И поэтому мы стараемся соблюдать уважительную дистанцию по отношению к нему. Может быть переспрашивая, стоит ли мне продолжать дальше, или что ты чувствуешь сейчас, нормально ли тебе это, приятно ли тебе это слышать, или у тебя есть некие трудности. Если мы будем иметь в виду, три этих правила, три этих пункта, то тогда нам будет гораздо проще открываться другим людям, и нам будет гораздо легче обходиться с чувством стыда. Итак, друзья, не бойтесь, если вдруг вы столкнетесь со стыдом, потому что стыд защищает нашу самоценность и нас самих от ранений. Берегите себя и до встречи в следующем видео. Всем пока!